Доброе утро, Ахтубе! В эфире «Новое утро», а в студии Аселя Арстангалива и Исет Санжанов. Сегодня у нас 22 октября, утро, пятницы. Ну что ж, дорогие телезрители, неделя на самом деле пролетела незаметно. В связи с тем, что мы здесь с вами не встречались в среду. Видимо, как это принято сейчас все списывать на ретроградной Меркурии, так сложились звезды. На самом деле так сложились технические обстоятельства, что должен был быть технический перерыв, однако его отменили в самый последний момент. Но ничего страшного, лишний выходной день еще никому не мешал. А ведь есть категория людей, у которых жизнь – вечный отдых, и работа – тоже отдых. И, по моему мнению, с которым могут быть не согласны, многие наши телезрители – это люди творчества и люди культуры. Потому что, когда ты что-то творишь, придумываешь идею, и потом разрабатываешь план ее реализации, ты в постоянном полете фантазии. То это же не работа, а это наслаждение. Да, на самом деле. Другое дело, когда ты из-под палки приходишь на работу, делаешь то, что приказал начальник, выполняешь нелюбимое дело. Ох, сложно таким людям приходится, конечно. Вот другое дело мы, Есет. Правда ведь? Утром уже в бодром расположении духом, с чашечкой кофе. Приветствуем вас на телеэкранах. Не работа, а рай. Вот ты так говоришь, потому что завтра снова выходной день. В среду отдохну, и в субботу, и в воскресенье отдохнешь. Конечно, работа-то сказка. Да, на самом деле, работа-сказка. Работодатель-сказка, а наш партнер утренней программы, так это вообще отдельная тема, чтобы поблагодарить. Приятно работать в такой компании, честно. Тем более поблагодарить есть за что. За новые, комфортные квартиры. А сейчас, когда погода стала немного холодней, хочется бегом после работы в свою уютную квартирку, поужинать, завернуться в плед перед телевизором и провести вечер. Очень здорово. А мы напомним, что наш партнер, строительный холдинг K7 Group, возводит новый жилой комплекс Алия в микрорайоне Баттес на пересечении проспекта Алии Молдогулы и Южной обездной трассы. Удобный подъездной путь делает этот комплекс жилой очень привлекателен не только для собственников и для бизнесменов. Потому что, если есть удачный паркинг, то на первых этажах можно открыть мини-маркеты, салоны красоты, фитнес-залы, кафетерии, детский развивающий центр и многое другое. Напомним, что это не первый жилой комплекс нашего спонсора. Они уже сдали в эксплуатацию ЖК Аброй, так что нашему спонсору можно доверять. Они лидеры в своей сфере деятельности на рынке строительного строительства западного Казахстана вот уже 15 лет. И сдали в эксплуатацию более 800 тысяч квадратных метров. Их жилые комплексы есть в Актау, Атерау, Актубе, а теперь еще и в Алматы, где они будут возводить клубный городок премиум-класса. На их официальном сайте www.k7group.kz более подробно обо всех предложениях. Также можно воспользоваться и услугой обратного звонка. И можно, кстати, проконсультироваться с менеджером в нашем городе, никуда не выезжать. По номеру телефона 8776 207 0404 или приехать в офис компании, который расположен по адресу улица Газизы Жубановой, 13D, офис номер 14. Мимо их офиса вы не проедете. Огромные просто буквы и вывеска K7 Group. Дни бегут за днями. И вот уже 22 октября, пятница. Надеюсь, следующая неделя пролетит так же мгновенно и незаметно, словно один день. А вот почему ты так говоришь? Потому что еще одна неделя и начнутся долгожданные школьные каникулы. Как будто ты не жил в свое время в ожидании школьных каникул. Конечно же жил. А вот сейчас я студент, так что мне сидеть и ждать до зимы. Ну, ты знаешь, в студенческие годы, мне кажется, тоже до каникул оставалось очень много времени и тоже жили в ожидании каникул. Тоже, конечно же. Куда без этого? А вот знаешь, главное, чтобы наши телезрители успели воспользоваться акцией от торговой сети Анвар. Потому что на самом деле неделя пролетит, а кому-то не достанутся фрукты по акции. А ведь суперцена будет держаться именно до конца октября. До 27 и 31 октября. Так, Есет, давай лучше поподробнее. Итак, сейчас идет скидка на авокадо. 43% до 27 октября, кстати. Авокадо будет по цене всего 399 тенге. Кстати, вот на днях покупала в другом магазине по цене 899 тенге. То есть почти 900 тенге, представляешь? А здесь в Анваре вот такая вот скидка здоровская. Скидка в минус 34% и на киви. Если раньше он стоил почти 700 тенге, то до 27 октября он по стоимости 460 тенге. А именно эту экзотическую ягоду рекомендуют при похудении. А знаете почему? Потому что киви содержит большое количество витаминов А, В1, В2, В6 и В9 групп. Всего одна ягода обеспечивает тело человека суточной дозой витамина С. А вы знаете, что это значит? Да. Это значит, что киви укрепляет иммунитет, лечит простудные заболевания, повышает стрессоустойчивость организма, снимает тяжесть в желудке и одышку и способствует похудению. Но продолжаем о скидочных предложениях, потому что авокадо и киви это еще не все. До 31 октября специальное предложение на красные яблоки. На них скидка минус 29%. И сейчас они по цене 399 тенге. А вот теперь все. А вот после таких вкусных предложений от Анвара хочется позавтракать. Предлагаем сделать паузу, пока телезрители узнают о сегодняшних датах в истории календаря. А мы успеем хотя бы выпить по чашке кофе, чтобы отметить таким образом день рождения ксерекса. Подробности в нашей рубрике «Календарь». Ежегодно 22 октября, начиная с 1998 года, в мире отмечается Международный день заикающихся людей. Идея учреждения даты позиционируется как рупор всех заикающихся людей на международном уровне. Согласно данным, около 1% населения мира страдает от заикания. Согласно международной классификации болезней, заиканием называется нарушение речи, которое характеризуется частым повторением или пролонгацией звуков, слогов и слов, а также частыми остановками или нерешительностью в речи, разрывающими ее ритмическое течение. Логопедическая литература трактует термин заикания так нарушение темпа ритмической организации речи, обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. Зачастую заикание связано с логофобией, боязнью говорить, что является следствием либо причиной заикания. При неправильном отношении общества к заикающимся людям данное нарушение речи может оказать серьезное влияние на эмоциональное состояние человека, что часто приводит к стрессу, социальной тревоге и самоизоляции. Дети, которые заикаются, часто становятся объектом издевательств. Поэтому организация Международного дня заикающихся людей это только один из масштабных проектов. Кстати, многим людям такой дефект речи, как заикание, не помешал стать известными и реализовать себя в тех сферах, где требуется умение красиво говорить. Среди них кинорежиссеры, актеры, барды, ораторы, политики, поэты, полководцы, священнослужители, телеведущие и другие представители публичных профессий. Заиканием страдали, например, Демосфен, Георг VI, Черчилль, Марлин Монро, Исаак Ньютон, а из ныне живущих Брюс Уиллис, Жерарда Пардье, Артемий Троицкий и другие известные люди. 22 октября считается днем рождения ксерокопии. Впервые праздник появился в Америке. Дата торжества совпадает с днем получения первой качественной ксерокопии. Случилось это именно в этот день, 22 октября, но в 1938 году. Попытки создать ксерокопию документов ученые всего мира предпринимали неоднократно. Но только Честер Карлсон сумел добиться успеха на этом поприще. Первый оттиск электрографии ученый-физик получил в своей домашней лаборатории в родном Нью-Йорке. Побудил его начать свои разработки казус на работе. После завершения учебы в техническом университете Карлсон устроился на службу в бюро патентов. Однажды возникла необходимость сделать копию документа. На эту простейшую операцию ему пришлось потратить полдня. В тот момент мужчине впервые пришла мысль, что процесс копирования патентов нужно автоматизировать. Карлсон от начала и до конца спроектировал, а после создал первое в истории копировальное устройство. Нынешнее название ксерокс прибор получил много лет спустя. В 1947 году американская компания начала разработку копировальных аппаратов, намереваясь запустить их в серийное производство. За основу инженеры организации взяли разработки Честера Карлсона. В продажу первая модель поступила в 1949 году. Принцип, по которому прибор производил копирование, получил название ксерография. Позже американская компания объединилась с английской компанией и название новая корпорация получила Рэнкксерокс, но потом было сокращено до нынешнего ксерокс. Интересно, но на сегодня выпал еще и всемирный день клавиши капслок. В официальных календарях вы его вряд ли найдете, но тем не менее. Придумал праздник Дерек Арнольд из Айовы. Этот день имеет забавный пародийный смысл. По задумке Дерека праздник должен обратить внимание на людей, которые нередко в переписке злоупотребляют большими буквами, набирая в включенном капслок. Целые слова и даже предложения. На удивление, праздник быстро обрел популярность сначала в рамках штата, а потом и за его пределами. Сегодня день клавиши капслок отмечается во многих странах мира. Текст, набранный большими буквами в социальных сетях и переписках, символизирует громкую речь, информацию. Настоящий виртуальный крик души. На сегодня, кстати, выпала еще одна уникальная дата, которая именуется Днем Белых Журавлей, отмечаемый в бывших союзных республиках ежегодно 22 октября. Он учрежден народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым как праздник духовности, поэзии и как светлая память о павших на полях сражений во всех войнах. В этот день вспоминают тех, кто положил свою жизнь на алтарь победы на полях сражений. И в этот праздник вспоминают образ Белых Журавлей. Журавль во многих народных легендах и сказаниях символизирует благополучие и мир. Там, где эта птица – свет, добро, надежда на прекрасное будущее. В японском эпосе журавль ассоциируется с долголетием и обеспеченной жизнью, а для китайцев это символ вечной жизни. Удивительно, но не оставлен без внимания журавль и в африканских притчах. Там эта птица упоминается как посланник высших сил, посредник, через которого можно общаться с богами на небесах. А его полет – возрождение как морального духа, так и физического тела. Христиане же считают журавля символом свирения и послушания. Лес, точно терем расписной, лиловый, золотой, багряный, веселый пёс с трой стеной стоит над светлой поляной. Вот этот небольшой отрывок из стихотворения Ивана Бунина. Ну, в принципе, его произведение мы знаем со школьной скамьи. «Жизнь Арсеньева», «Митя на любовь», «Господин из Сан-Франциско», «Лёгкое дыхание», «Антоновские яблоки», «Окаянные дни» – мне кажется, все эти произведения, которые мы читаем в школьный период. И раз уж о школьных каникулах заговорили, то, конечно же, я вспомнила и эти произведения, и этого автора, и вот такой вот небольшой отрывок. И сегодня, 22 октября, исполняется 151 год со дня его рождения. Также 22 октября родился советский актер кино «Спартак Мишулин». Раз уж заговорили о кинозвездах, то сегодня свой 78-й год рождения отмечает французская актриса Катрин Денёв. Российскому актеру Александру Демидову исполняется 51 год. Его вы помните в роли в фильме «О чем говорят мужчины». Все они, кстати, по знаку зодиака весы. Часто слышим, что этот знак не очень решительный. Стремление все оценивать, взвешивать и требовать равноправие делает их сложными партнерами как в бизнесе, так и в любви. А вот в работе это им помогает. Лишний раз не рисковать. Так что поздравляем всех сегодняшних весов с днём рождения и осыпаем муа поцелуями и цветами. А если не знаете, где выбрать достойный букет, подскажем вам полезный адрес, конечно же, в Мегафоре. Оптово-розничный центр цветов номер 1 в Ак-Тубе. Найти их просто. 12-й микрорайон, дом номер 16, г-дроп 1. А в инстаграме их тоже просто найти. Собачка, мегафора, нижнее подчеркивание, кейзер. Здесь такое разнообразие цветов, что вы останетесь довольны. И не только цветов. Ещё здесь можно сразу же купить подарки, в том числе и мягкие игрушки, шары, сладости и многое другое. А какой выбор комнатных растений? Девушки и женщины, которые разводят дома комнатные растения, останутся счастливы. Да и для офиса здесь можно подобрать растения в кашпо. Украсит интерьер, придаст офису деловитый, но в то же время уютный вид. Ещё раз напомним адрес мегафлоры. 12-й микрорайон, дом 16, г-дроп 1. Работают они круглосуточно. Ну что ж, цветы найдены. Отправляемся поздравлять весов. И не только весов. Узнаем прямо сейчас и о других знаках зодиака. Астропрогноз на 22 октября. Овин. Сегодня не самый лучший день, чтобы думать о карьере. Возможно, вас настигнут нерешённые проблемы или отложенные дела, для разрешения которых потребуется значительное время или финансовые затраты. Телец. Сложный период. Нерешённые проблемы в отношениях с близким человеком потребует много времени и сил. Звёзды советуют не экспериментировать. Действуйте только проверенными способами. Близнецы. Больше внимания уделяйте близким. Не стесняйтесь выражать любовь и уважение к людям, которые постоянно находятся рядом с вами. Рак. Вероятно, сегодня вы услышите много хороших слов в свой адрес, что, безусловно, будет приятным. Не исключено, что вы сумеете блеснуть в обществе или привлечь к своим проектам новых союзников. Лев. Покровительство планет может принести успех в сфере профессиональной деятельности. Будьте терпеливы, стремитесь вникнуть в сущность вопроса. Дева. Этот день будет наиболее благоприятным для новых знакомств и восстановления прерванных дружеских отношений, которые могут создать фундамент для улучшения материального положения. Весы. День обещает быть насыщенным, интересными событиями или неожиданными переменами в личной жизни. Возрастает ваше обаяние и шарм. Скорпион. День может быть полон разного рода неожиданностей. Ваша активность, ответственность и энтузиазм могут создать благоприятные условия для укрепления материального благосостояния. Главное, не упустить свой шанс. Стрелец. Усиливается аура, способности к достижению намеченных целей и личное обаяние. Однако, влияние планет обусловит проблемы со здоровьем или осложнения с ближним окружением. Козерог. Благоприятный день для реализации свежих творческих идей или нестандартного решения старых проблем. Прекрасное время для общения с представителями противоположного пола. Водолей. Благоприятный день для начала любого дела, общения, семейных отношений. Вероятно, сегодня вы сможете решить важные проблемы или исправить старые ошибки. Рыбы. Личные огорчения и разочарования обойдут вас стороной, только если вы постараетесь держать марку и будете стремиться исключительно к высоким отношениям. Продолжаем эфир. Сегодня в начале программы заговорили о работе, которая должна приносить удовольствие и радость. И вот нашла рейтинг самых странных профессий. Представляешь, оказывается, на работу требуются не просто маляры, строители, бухгалтеры, офис-менеджеры, учителя, но еще есть такие специальности, как профессиональный Соня. Да-да, вы не ослышались. Оказывается, некоторые производители мебели специально нанимают людей, которые спят на новых кроватях и оценивают их комфорт. А я продолжу рейтинг странных работ. Оказывается, есть такая позиция в японских компаниях, как профессиональный приноситель извинений. В Японии даже действуют отдельные специальные агентства, которые оказывают услуги принесения извинений. Нет никакого желания повозиться с проблемными клиентами. Один телефонный звонок и вот уже вместо вас извиняется профессионал своего дела. В июле, кстати, этого года вышла очень интересная статья о необычных профессиях, которые востребованы вот прямо сейчас, после пандемии. И в моду, оказывается, заходит модель отдельных частей тела. То есть модель в рекламе украшений, обуви и других предметов, где будут фотографировать только ваши руки, ноги, например, волосы, уши, пальцы и так далее. Средний заработок таких моделей составляет 20 долларов. В нашей профессии тоже есть вакансия, но если вы умеете рисовать, и так на закрытых судебных заседаниях порой съемка запрещена. Поэтому журнальные и газетные публикации на эту тему сопровождаются иллюстрациями судебных художников. Это редкая творческая работа, результативность, которая не зависит от вдохновения. Да уж, любая работа хороша, особенно если вам за нее хорошо платят. Ну, профсервис может научить. Даже ребенка, кстати, они могут обучить грамотному финансовому раскладу. Они выпускают эдаких маленьких бизнесменов. Кстати, работают не только с детской аудиторией, но и со взрослой, потому что курсы для бухгалтеров тоже в профсервисе есть. В целом, воспользовавшись услугами качественного аутсорсинга компании профсервис, вам всегда гарантирована непрерывная работа и обслуживание. Звоните 8-771-858-99-29 для получения более полной информации. Офис компании расположен в микрорайоне Батыс-2, дом 19В, офис 86. Вот ты сегодня вспоминала Бунина, а я вот Маяковского вспомнил после твоих слов. Все работы хороши, выбирай на вкус. На самом деле, любая работа, если она приносит доход и радость, только удача. Будь вы актером, певцом или режиссером, вот как раз в следующей нашей подборке о том, где их в ближайшие дни и на какой сцене можно их, конечно, встретить. Культурная жизнь нашего города на этой неделе бьет ключом. Напомним, что сегодня в 19.00 состоится открытие нового театрального сезона 57-го по счету. Русская труппа драмтеатра покажет спектакль «Хозяйка гостиницы», где главную роль сыграет Ангелина Недюшина. Напомним, что премьера состоялась в нашем городе еще в 2015 году. С тех пор постановка так полюбилась зрителям, что ее решили показать вновь после долгого двухлетнего перерыва. А уже завтра, в субботу, 23 октября, в 16.00 на сцене «Онер Орталахэ» пройдет вечер романса «Царица ночи». Концерт оркестра казахских народных инструментов имени Ахмета Жубанова и солистов областной филармонии. Художественный руководитель, заслуженный деятель Республики Казахстан Даурен Галымов. Главный дирижер отличной культуры Республики Казахстан Мадина Кабижанова и художественный руководитель Нурта Сумаров. В этот день вы услышите произведения русских, казахских и зарубежных композиторов. А 30 октября на сцене «Ониер Орталахов» в 16.00 пройдет концерт фольклорного ансамбля «Достоксазе» «Октубем Алтнбесагом». Также напоминаем, что выходные дни вы можете провести в кинотеатре «Локомотив». Детям можно посмотреть мультфильм «Семейка Адамс. Горящий тур». Дети растут так быстро. Парень, огонь! Да, девчули? У меня гениальная идея! Семейство Адамс отправляется в горящий тур! Также продолжают показывать фильм о Джеймсе Бонде «Агенте 007». Фильм называется «Не время умирать». Где 007? Мне нужна твоя помощь, брат. Ты единственный, кому я могу доверять. Мир сошел с ума, мистер Бонд. Ты агент 00? Именно. Так что прочь с дороги. Встанешь у меня на пути, прострелю колено. Причем здоровые. Не время умирать. Это фильм об агенте 007 Джеймсе Бонде в роли Дэниела Крейга. Бюджет фильма составил 250 миллионов долларов. Но на сегодняшний день фильм уже собрал в мире свыше 313 миллионов долларов. И это не предел. Конечно, он заслуживает вашего внимания. Итак, Джеймс Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг. Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, вооруженному опасным технологическим оружием. Скажем лишь по секрету, что сюжет немного перекликается с нынешней обстановкой в мире. Не время умирать. С вас ничего не надо. Уборка в номере? Да, она всегда в такое время. С дезинфекцией? Да, что? Извините, мне надо идти. Из киноновинок в кинотеатре «Локомотив» вас ждет отличная казахстанская комедия «Портье. Мальчик на побегушках». В главных ролях Жан Байжанбаев, Даурен Сергайзин, Олжас Ибраев. Кстати, он же выступает и режиссером фильма. Напомним, что он в кресле режиссера не впервые. Его работы вы знаете. Фильм «Любовь на миллион», «Папа по неволе», сериал «Патруль» и так далее. Также в качестве актера в этом фильме выступают казахстанский блогер Айжан Байзакова и Куат Хамитов. По сюжету фильм прост. Сценарист устраивается на работу с швейцаром в гостиницу, чтобы написать сценарий фильма об отеле. Но это и есть начало смешной истории. Кто здесь? Майкл Майерс жив. Не надо. Остановись. Удара ножом тебе было мало? Вы с Эллисон не должны все время жить в страхе. Зло умрет. Для любителей триллеров подойдет фильм «Хэллоуин убивает». Накануне праздника можно посмотреть, чтобы пощекотать нервы. Лори Строуд и ее дочь Карен и внучка Эллисон поймали Майкла Майерса. В ловушку и оставили гореть в подвале их дома. Раненая Лори отправляется в больницу, уверенная в том, что ее преследователь наконец-то мертв. Но Майклу удается освободиться и его кровавая расправа продолжается. Лори должна справиться с болью и снова защищаться. Однако в этот раз весь город готов дать отпор неудержимому монстру. Женщины семьи Строуд присоединяются к группе выживших, которые хотят взять правосудие в свои руки, выследить Майкла и остановить его раз и навсегда. Зло должно умереть и именно сегодня. Продолжаем наш утренний эфир. Ну что ж, и прямо сегодня в нашей небольшой теле-афише мы уже говорили о том, что сегодня состоится спектакль в день открытия нового театрального сезона 57-го по счету. И сегодня на студии в гостях Ангелина Недюжина, отличник культуры Республики Казахстан, мастер сцены, актриса русской труппы драматического театра и ее коллега Серафима Приставка, актриса русской труппы драматического театра. Здравствуйте, дорогие девушки. Доброго утра. Как ваше настроение накануне премьеры? Ну, немножечко, немножечко, да, трясет? Чуть-чуть. Чуть-чуть, чуть-чуть, потому что, да, это нормальное состояние для любого творческого, наверное, человека. Почему? Потому что особенно перед открытием сезона, особенно перед спектаклем, который не играешь, не играли достаточно долго, два года. Два года. Да, 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 да. Немножко есть такое волнение, но оно прекрасное. Волнение, я имею в виду. Скажи, ты видел работу Ангелины на сцене? Вроде это как, да. Я честно, я же со зрением попу заведения. Я так, может, облики вид, так скажем, да, да, да. Силуэт. Силуэт. Силуэт издалека. Когда была постановка Гоголя, Ангелина играла главную роль, и после этого у меня к ней особенное какое-то отношение. Спасибо большое. Не знаю, почему. Спасибо большое, но потом... Больше бояться ее, значит, это все главные роли Вика как раз. Кстати, очень кстати. Ну, я же не могу всю жизнь играть, да, молодых, красивых. Роли. Роли плавно, аккуратненько передавать более молодым и более красивым. На сегодняшний день, да. На Минпонент, да? Да, 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 да. Серафима удачно была видена Ангелина Денисна. Мной, да. В спектакле этот же спектакль Паночка. Но не о нем, наверное. Все-таки мы открываем сезон немножечко другим спектаклем, другого жанра, другого направления. Это зарубежная классика, наверное, всемирно известная классика. Очень много театров и европейских, казахстанских, не буду, ладно, говорить, ладно, российских ставили. Именно этот спектакль по пьесе Гальдоне, трактирщица. В нашей интерпретации называется «Хозяйка гостиницы». Почему решили сделать ставку именно на этот спектакль? В прошлом году открывали спектаклем «Дураки», если я помню. Ну, всем немножечко «Дураки». Замечательная постановка, от которой я тоже балдею. Она легкая, я про дураков. Опять же, «Хозяйка гостиницы» очень-очень интересный спектакль. Он, вот как бы вам сказать, он, на мой взгляд, на мой взгляд, и я надеюсь, что меня поддерживают, мои коллеги, очень четко и правильно, художественно оформлен. Это раз. Это раз. благодаря режиссеру Татьяне Владимировне Лукомской и художнику. А вы ее ученицы, если я правильно поняла. Да. Да. Много-много лет тому назад она когда-то обратила свой взор в мою сторону. И я уже оборачиваясь назад и все-таки вспоминая ее слова, хочу сказать, что она не пожалела об этом. Татьяна Владимировна, я вас люблю. Я понимаю, что вы очень-очень далеко, но если можно, будет все-таки через соцсети, сейчас же все возможно, увидит и эту программу, этот эфир. Поэтому Татьяна Владимировна мы вам очень-очень благодарны за ваше мастерство, за ваши мастер-классы, за ваш кнут, за ваш пряник, за ваш профессионализм. Спасибо за то, что мы есть такие, как мы есть. Вот творческие единицы. Всегда очень сложно, мне кажется, работать не в родных стенах. Вы будете ставить этот спектакль на сцене Дома культуры, который расположен у нас в жилгородке. Как с декорациями, как с костюмами решился вопрос? Ну, с костюмами здесь, наверное, попроще. В связи... Попроще. Попроще. В связи с ситуацией мирового масштаба, я хочу сказать, да, некоторые костюмы пришлось расшивать. Ага, даже... А в этом плане. В этом плане. Да, но в этом ничего сложного, конечно же, прикреп никаких нет. Единственное, сцена немножечко меньше, чем наша, родная, конечно, но нет безвыходных ситуаций. Тем более для людей творческих. Да, конечно же. У нас очень... Я отдельно хочу сказать нашим работникам нашего невидимого фронта, да, это наши костюмеры, это наши парикмахеры, гримтофоры, гримеры и самое главное наши монтировщики. Ого. Вот, вот прям отдельно вот это вот сердечко я прям могу им отправить, отправить. Они могут сделать абсолютно все. Даже вот на такую маленькую сцену да, да, поставить нашу декорацию. Где-то ее немножечко подужать. Ну, это маленькие-маленькие хитрости и секреты, но делают они это профессионально. Поэтому вот с этим вопросом абсолютно нет. Ну, а то, что касается родная или неродная сцена, вы знаете, сцена есть сцена. И где бы она ни была, вы знаете, даже вот здесь у вас можно оформить вот эту сцену. Главное любить то, что ты делаешь, то, что ты умеешь делать. это, на мой взгляд, важнее и ценнее. Ну, на самом деле, актюбинцы, мне кажется, очень соскучились по культурной жизни нашего города, потому что, если я правильно поняла, я полторы недели назад пыталась купить билеты, а вы говорите, уже две недели назад их не было. то есть аншлаг полнейший. Да, билетов, к сожалению и к счастью, нет, действительно, зритель соскучился, но, открою маленький секрет, зритель, мы больше по вам скучали, больше, мы хотим вашего тепла, вот этой обратной связи очень не хватает, честно. Ангелина, ну, в целом, вот сегодня пройдет спектакль, дальше, когда мы увидим и постановку, и вас на сцене, через неделю, как часто будете вы выступать и какие еще ожидаются или о планах пока рановато говорить? Ну, конечно же, у нас такой вот черновичок есть, небольшой, репертуара на ноябрь месяц, я не хочу его просто озвучивать, но еженедельно, да, будут идти спектакли, не так много, как хотелось бы, потому что нам придется пока временно играть, не в своих родных пенатах, то есть не на родной сцене, а где-то как-то проситься кому-то в гости, да, пустить нас, да, сыграть, переночевать и так далее, но хотя бы раз в неделю, да, хотя бы один спектакль в неделю будет выходить, но в лучшем случае, конечно же, два, хотелось бы, мы будем держать кулачки, чтобы получилось. Сегодня с утра уже начнется репетиционный период, да, а как давно начали репетиции, кстати, за месяц, за сентябрь, в сентябре, в сентябре, потому что у нас были небольшие вводы, да, в этот спектакль, ну, это, ну, это, это процесс, это процесс. А вот Серафиму вы ввели в этом году только? Да, да, да. Какую роль она играет? Расскажите. Я помощница нашей трактирщицы в хозяйке гостиницы. То есть, в принципе, тандем очень правильный, хотя информационный повод пригласить Серафиму в другой был. Вы знаете, люди немножечко иногда заблуждаются, все думают, а, хозяйка гостиницы, трактирщица, значит, она, а, главная роль. Это как бы вот там остается. Я вам хочу откровенно сказать и, наверное, словами режиссера-постановщика Катяны Владимировны, что всю атмосферу и весь спектакль держат и создают вот эту ауру театральную Дзани. Вот один из Дзани. У нас вообще четверо человек, четверо Дзани, и мы, в общем, помогаем нашей хозяйке во всех ее делах и начинаниях. Опять она начинала. Хозяйке помогает. Это я вам помогаю на самом деле. У меня так... Я помогаю вам, но так или иначе мы отражаем то, что происходит. Правильно я поняла? Но, но... Я с тобой потом после эфира поговорю. Весь спектакль держится на Дзани. На Дзани. Они начинают спектакль, а они же его и заканчивают. Ну, Серафим, в целом, как я уже сказала, информационный повод увидеть вас в студии здесь и пригласить был немного другой. Вы со своим коллективом опять же ездили на фестиваль, и, может быть, давайте начнем с этого, а уже завершим нашу беседу вновь постановкой, которую сегодня вечером мы увидим на сцене. Да, мы были на фестивале, и фестиваль длился со 2 октября по 8 октября. Это фестиваль, но фестиваль называется фестиваль-лаборатория. То есть, перед фестивалем была лаборатория. А что это такое? Лаборатория. Это когда с разных театров собираются молодые люди, ну, не обязательно молодые актеры, которые хотят развиваться. Действительно, не обязательно. То есть, это можно по желанию, можно попросить, сказать, я хочу поехать на лабораторию, хочу развиваться, и так далее. Вот. И на этой лаборатории проходят мастер-классы. Мастер-классы от приглашенных преподавателей. В этом случае были преподаватели с России, с ГИТИСа были преподаватели по сценической речи. По сцен-движению был преподаватель. Сейчас я вам даже скажу точнее. Так, Дмитрий Владимирович Кашмин, смотрите, школа-студия МХАТ это сценическая речь, сцен-движение это ГИТИС, преподаватель кафедры сценической пластики, старший преподаватель. Вот представьте, какую информацию мы там получали. Естественно, да, уровень какой. И Асхат Максимович Маймиров, это заслуженный дед Лирка. Все знают. Да. Вот. Он у нас вел актерское мастерство. Помимо этих трех дисциплин у нас еще было режиссура, менеджмент. То есть туда ездили ребята из кукольного Салакая, то есть повышали свое мастерство с преподавателями по режиссуре кукольников. Вот. Также по менеджменту очень много кто съехался просто, чтобы продвигать свои театры, развиваться и так далее. Это невероятный опыт. Там мы были с 28 по 2 октября, с 28 сентября, по 2 октября. Вот. И это было прекрасно. Прекрасно, потому что мы получали очень много информации. Мы общались с коллегами, мы обменивались опытом. И у нас был бешеный график. И за 4 дня мы сколько могли, мы все, вот это вот, все, что нам давали, мы все пытались впитывать, записывать. В общем, это было прекрасно. И я благодарна, честно скажу, очень нашему директору театра, Ложа Сканатовичу, за возможность, за то, что он двоих ребят, меня и еще одного молодого человека, отправил, дал возможность развиваться, продвигаться как-то дальше. Еще и сказок, которые у нас двое ребят приехали тоже. Это большое нам спасибо, Ложа Сканатовичу, за возможность. Спасибо огромное за поддержку. На самом деле, просто когда мы в своей кухне варимся, это одно, да, выезжаешь и взаимообмен, энергообмен даже, да, такое происходит, симбиотич, это здорово. Плюс какой, я хотела сказать, помимо того, что лаборатория каждый вечер была организована, опять же, Кукшетаусским театром. Большое спасибо вам, кто нас принимал, русский драматический Кукшетаусский театр. Они сделали так, чтобы мы каждый вечер после занятий ездили, смотрели постановки. Так получилось, что мы застали постановку Ауэзовского театра «Кара». Так. Вот, он гастролировал, и мы кусочек зацепили, посмотрели этот спектакль, посмотрели несколько постановок местного театра. Это... Как коллеги, расскажите тогда, что понравилось. Что понравилось. Да, что понравилось, все понравилось. Естественно, ты там ходишь и пытаешься все-все-все максимально впитать. Коллеги просто прекрасные люди, то есть очень приятно находиться среди людей, думающих, знающих, которые имеют представление, имеют... Я не знаю, как это сказать, прекрасно работают на сцене. Когда ты разговариваешь с человеком, это одно, но когда он выходит на площадку, и ты видишь, с каким профессионалом ты только что говорил, это совершенно другое. Мы посмотрели замечательный спектакль «26-я точка». Почему он мне так попал в душу? Во-первых, мне понравилось то, что там... Он не сделан стандартно. То есть первая часть спектакля проходит вообще в подвале. Вот. Спектакль этот о женах изменников родины. Вот. Алжир. И все самое грустное и печальное, что происходило с этими женщинами, было рассказано в этом подвале. Но очень легко. То есть там не было такого давления, печали, тоска. И все плакали, сидели, да, в зрительном зале. Была информация. Была подана легко от этого еще больнее. Понимаете? Вот такой вот способ. Это был шикарный подход. А вторая часть спектакля проходила уже на площадке. То есть во время перерыва мы поднимаемся, и актеры продолжают работать. Там уже другая часть. То, что происходило параллельно. То есть в обществе пока там беда, здесь другое совсем. Вот. Очень большое впечатление. И третья часть – это когда мы выходили из зала, стояли двери. Можно заглянуть в глазок и увидеть действительно этих женщин, действительно фотографии. То, что это нереально событие. Это очень трогало душу. Я благодарна за это впечатление. Очень. И помимо этого еще мы смотрели «Чичиковы по мертвым душам». Вот. Замечательный спектакль вообще. Очень хорошо приняли. Очень хорошие люди. И очень приятно было находиться в этом классе. Ангелина, скажите, вот когда актеры ездят на такие мастер-классы, возвращаются другими людьми, вот как они по-другому себя ведут? Скажите. И как-то эти знания... Вы имеете в виду на сцене? Да. А вот сегодня мы это увидели. То есть вы только... А вот это мы сегодня и увидели. Но действительно, молодежи нужно развиваться. Нужно иметь возможность не просто топтаться на месте, а общаться. Действительно. Получать эти мастер-классы. И по возможности здесь, на местах хотелось бы, да, и в наших пенатах, в нашем театре видеть мастер-классы приглашенных, именитых, знаменитых, продвинутых, умных, мудрых, неважно, молодых или в возрасте педагогов, которые бы действительно не просто нашу молодежь подтягивали, там, я не знаю, чему-то учили, а не давали остановиться. Почему? Потому что жизнь – это движение. Творчество – это тоже движение. Однозначно. Это такой симбиоз красивый, добрый, должен быть. Да, это мое такое мнение. Поэтому молодежь forever, вперед. А вот эти мастер-классы, они часто проходят все-таки? Либо хотелось бы, чтобы они были почаще? Ну, вот я только что сказала. У нас только что сказала. Опять же, под подобного масштаба раз в год происходит. Иногда бывает приглашают, но это очень редко происходит, к сожалению. У нас больше возможностей куда-то выехать, нежели пригласить, мне так кажется. Но как возможно сесть, мы сразу за ними цепляемся, сразу же едем, сразу хотим новых знаний. Мало того, ты осознаешь просто масштаб того, что происходит. У нас, кстати, была встреча там с представителем отдела культуры в Казахстане в целом, где затрагивались вопросы касательно культуры вообще. Вот да, я хотела только спросить, удалось ли задать вопросы вот на болевшие? Да, были вопросы на болевшие, вот, и многие директора задали такой вопрос. Сейчас очень много молодежи, вот, которая хочет попасть в театр, да, вот, но не у всех есть эта возможность, потому что кто-то еще не закончил образование, кто-то еще не поступил. Больная тема. Больная тема, да. А раньше у нас было как? Была возможность брать спом-состав, то есть мы берем ребят, которые горят на энтузиазме, мы их берем и сами работаем, то есть массовка, какие-то массовые мероприятия. Сейчас такой возможности, к сожалению, нет, потому что сейчас все, нет образования, извините, как бы вот, но это по закону так. И директора, значит, вставали, говорили, возможно ли вернуть эту систему обратно, чтобы мы могли брать молодежь, которая горит, хочет, чтобы поддержать их, они отсюда идут дальше, поступают, учатся и параллельно, то есть можно заочно, можно очно, там уже как пожелание. Вот такой вот есть момент, и сказали, что затем мы приехали, собственно, чтобы вас выслушать. Записали, а там дальше посмотрим, как будет. Ну, хочется верить, что результаты, конечно же, будут. Конечно, хочется. Ну, будем держать кулачки или так, или так, ну, неважно как, будем мы, будем, да. Хочется верить в нечто доброе, хорошее, естественно, помимо профессиональных каких-то качеств, внутри-то есть вот эта вот надежда на... А мне не хочется, я тебе верю. Да? Да. Подожди, ты еще молодая. Вы вместе работаете впервые вот в этом спектакле, или были работы до этого на сцене, когда вы говорили? Мы работали, мы с Денией Денисной прекрасно, партнерски, я получаю огромное удовольствие в работе с Денией Денисной, мы с ней работали, опять же, Татьяна Владимировна стояла, Достоевского, там мы очень близко, дядюшкин сон, она играет мою маму, уже, кстати, не первый раз, да, 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 еще год это было. А я только хотела спросить, по секрету скажите, строгий педагог, преподаватель, наставник? Ангелин Денисна? Нет. Вы знаете, мне очень легко было, и когда в Паночке мы работали, когда Ангелин Денисна меня вводила, мне комфортно, безумно комфортно, потому что это человек, который существует на сцене за счет органики и прекрасный партнер. То есть дискомфорта я никакого не испытываю, наоборот, по каким-то вопросам, честно говоря, тихо, я сейчас закончу. Потом вы выскажете свое мнение, да? Я подхожу, на самом деле, частенько к Ангелине Денисне с какими-то вопросами. Да, потому что этот человек опытнее меня, больше мне работать в театре, и я этот сценарий не очень уважаю. Потому я еще и вижу, как человек работает на сцене, мне это тоже очень... Ну, как бы... Все. Спасибо. Спасибо. Прежде она сказала, что человек, когда вне сцены, он другой, на сцене он совсем другой. Вот сейчас мы на интервью с вами совсем... Когда я вижу вашу работу на сцене, вы совсем... Я думаю, ну как у них так получается? То есть я всегда с восхищением смотрю на вашу работу. Просто потрясающе. Спасибо. Это опыт, это огромный труд. Огромный труд. Ну что ж, будем за вас сегодня держать кулачки, как вы уже сказали, чтобы сегодняшняя премьера прошла на отлично. Будем рассчитывать. Вы с добрыми вестями. Все-таки ради единственного вопроса, мне кажется, я пригласила сегодня вас, чтобы услышать, что мы вас раз в неделю обязательно будем видеть с разными постановками. Огромное вам спасибо. Минимум. Минимум. Минимум раз на сегодня. Спасибо большое, что вы сегодня нашли время. Я понимаю, что у вас и репетиции, и свои дела, в любом случае, бытовой вопрос нужно решить. Но вы сегодня пришли. Огромное вам благодарность за сегодняшнюю беседу. Спасибо вам. Спасибо, что пригласили. Спасибо большое. Да, что не забываете про нас. Скромных. Людях. Это сказали. Скромные сказали наши гости уже после интервью. Огромная вам благодарность. Спасибо. Ну что ж, я напомню, сегодня на студии была Ангелина Недюжина, отличник культуры Республики Казахстан, мастер сцены, актриса русской труппы драмтеатра. Мне кажется, здесь нужно руку плескать. И ее коллега Серафима Приставка, актриса русской труппы драмтеатра. Вот в такой компании, позитивной, вы даже не представляете, мне кажется, мы поделились хорошим настроением и такими положительными, позитивными фривидами. Но на этом наша утренняя программа не завершается. Впереди много интересного. Не переключайтесь канал, оставайтесь с нами. Ну что ж, дорогие друзья, как сегодня вы слышали, в нашей традиционной рубрике «Календарь» 22 числа отмечается Международный день заикающихся людей. И сегодня у нас в студии... Вероника Кабачик, она же педагог по вокалу. Доброе утро, Вероника. Здравствуйте. Ну что ж, сразу первый же вопрос. Что поспособствует вокалу? Исправляет ли он дефекты речи? Да, много чему можно научиться при занятии вокалом. К нам обращаются как люди с какими-то дефектами речи, заиканиями, так и просто любители пения, те, которые хотят развить свой голос, диапазон, репертуар. Ну, то есть заикание, получается, вокал может вылечить? Да, может. Может посправить, скажем так. Исправить занятие вокалом, да. В динамике будет заметно. У всех, конечно, в своем темпе, в своем ритме будет развиваться как бы к лучшему. Заикание практически можно убрать. Потому что много других дефектов речи есть. Вот у детей, к примеру, они не выговорят букву «Р». Кто-то говорит «Л». Какие еще? «Р», «Л». Шепеляют дети некоторые. Да, и просто некоторые, так скажем, рот не до конца открывают, и за это и буквы заедают. Такое тоже может быть? Может быть. Получается, от года до пяти лет, когда формируется у детей речь, да, то есть идет как бы становление. Вообще желательно, я всегда рекомендую родителей приходить, а вот можно нам вот ребенок не попадает в нотки. То есть я говорю «нужно». У ребенка становление идет речи, звуков. То есть как вы можете понять, говорит, то не говорит. Когда он будет ее развивать. И уже когда вы ходите, вам специалист может сказать, что у вас нет буквы «Р», «Л». То есть после пяти лет, если не выговаривает ребенок букву «Р», «Ш» или идет как бы уже заикание, то здесь, конечно, уже нужно подключать к лечению. Специалист, профессиональный посыл. Логопеды, дефектологи, уже как-то, скажем так, тяжелая артиллерия. Но на начальных… До пяти лет как-то. Волмений таких не должно быть. Они могут и заикаться, они могут не проговаривать какие-то звуки. Все, наверное, прослушивают детские песни, когда там каких-то звуков нет. То есть это наоборот как-то так все… Так все это мило, да. И мы восхищаемся своими детьми, а потом уже когда вырастают, то есть это нормально. До пяти лет это нормально. Каких детей к вам приводят? Детки приводят в разные. Да, сейчас вот много деток приводят, которые стали заикаться. Да. То есть да, может быть, это проявлялось как-то вот в раннем детстве. Но если это… Я вот когда это вы говорила, если это уже ребенок пошел в школу, сами, да, понимаете, выйти к доске, плюс еще волнение, то есть это наоборот еще психологически, да. Когда ребенок немного начинает нервничать и у него еще больше проявлений идет заикание. То есть это и дискомфорт как бы, ну и это нет поставленной речи, ребенок замыкается, я так думаю, немножко волнуется. Поэтому над этим надо работать. И занятия вокалом, они способствуют улучшению и речи, и пропадает заикание. А вот возрастное ограничение есть для поступления? А ты хочешь научиться петь? А нет, я уже закончил музыкальную школу дважды. То есть вы будете говорить вообще на одной волне? Можно так сказать, да. Музыкальную школу закончил первый раз по Домбре, потом уже по собственному желанию записался на вокал эстрадный. Вот я только хотела спросить, из-под палки родителей все-таки собственное желание было? Из-под палки родителей было Домбра. А потом, так как я уже находился в этой школе, видел, слышал и загорелся желанием петь. Вот так бывает тоже часто? Да, бывает. Во взрослой жизни уже приходят. Возрастная группа, кстати, какая у вас? Вы не только детей принимаете? Возрастная группа. Ну, желающие, конечно, приходят от двух лет. Два годика я еще не беру. От трех лет. Три с половиной, четыре. И вот сейчас у нас открыта группа. Ко мне записались девушки, женщины, мамы. Взрослые. Да, и я задумалась. Ну, это как бы вот даже не моя инициатива, это вот уже директ мой просто переполнялся желающими. И мы решили вот такую группу создать. Вероник, почему взрослые приходят? Вот такие, как мы, вроде бы заняты, дети, домашние бытовые проблемы, вопросы, которые нужно решать, но почему-то вот захотелось вдруг попеть. А какие причины? Чем мотивируют другие девушки? Ну, я так думаю, что, наверное, сейчас такое время, когда человек хочет развиваться, как бы в разных направлениях. Люди ходят в караоке, выступают на свадьбах, для мужа готовят какую-то песню. Да, кстати, на мероприятии каких-то, день рождения. Да, и потом у каждого своя такая ответственность. Каждый хочет это делать, не сказать, профессионально, но хорошо. То есть если спеть в караоке, то есть открыть рот, чтобы это было приятно услышать другому. Наверное, вот, а кто-то просто получает удовольствие. Ну, хочу сказать, что у наших уроков, вот в основном то, что я вижу, люди раскрепощаются. Они очень стесняются, даже, например, я хочу, ну как, там же еще кто-то еще пришел. Вы просто придите, а уже там моя работа, все остальное. Очень много у вас наград с детишками. Вы участвовали в различных конкурсах. Расскажите вот еще об этом, потому что умолчать здесь просто невозможно. Награды, да. Не скажу, что это достается нам легко, потому что все-таки на сцену неподготовленного ребенка ты не выведешь. Во-первых, это стресс для ребенка, для родителя. Были такие случаи, что когда ребенок был хорошо подготовлен, но просто из-за того, что он потерялся, забыл слова, может, себя не услышал на сцене, на большой. То есть это стресс для родителей тоже, может быть, что потом как бы провоцирует на уход ребенка. То есть, если готовится, как мы все остальное, да, стараемся делать это хорошо. Поэтому в основном, да, мы делаем подготовку профессионально, и у ребят в основном занимают призовые места. Первый, второй, третий места. В каких конкурсах участвовали? Это же не только городского, а областного масштаба вы выезжали на республику? Да, областные, международные. Мы выезжали, были в других городах. Мы, конечно, выезжали за пределы, но вот в течение сейчас обстоятельств немножко, мы вот в Грузию планировали, мы уехали. Просто сейчас не все родители готовы на выезд, по своим личным соображениям. Недавно вот ездили мы, в Туркестане выступали. Дочь моя участвовала и девочка еще, Усая. Тоже первые, вторые места взяли. А взрослые группы все-таки выступают? Они только начинающие, если я правильно понимаю. Вот перед Новым годом мы хотим, группа уже создана, и перед Новым годом мы хотим, планируем первое выступление. Где это будет происходить? Ну, мы арендуем, скорее всего, большую сцену. А основной репертуар, вот какой, все-таки, мне хотелось бы узнать? Потому что если девушки, вот в Туркестан вы ездили, что выбираете часто? Это народное что-то или все-таки больше эстрадное? То есть сейчас все любят, в любом случае, шоу. А если у вас взрослая группа также есть, что чаще девушки, ну, взрослые уже женщины, состоявшиеся мамы, жены, что они выбирают по репертуару? Ну, тут два варианта. Либо по душе, вот, то есть это песня, например, для мамы, вот такая что-то, вот из молодости, такой вот тут репертуар, какая-то вот ностальгия. Либо это что-то современное, что сейчас хочется спеть, либо как-то вот настроение себе поднять просто, либо в коробке там потом, вот я хочу вот эту песню спеть, что потом в коробке класс показать, да. Вот как-то так обычно. Вероника, а сопровождаются ли все это еще хореографическими номерами? То есть работаете ли вы в тандеме с хореографом? Да, конечно. Если идет постановка к конкурсу, то обязательно вот кто заканчивал, да, курс вокального эстрада. То есть почему, вот, если он дамбрист, или там он пианист, или он вокалист, тем более, если он вокалист, то это в совокупности идет артист. Он должен как, хочет, хочет, уметь делать все так сказать. Да, и актером, он должен и петь, и танцевать, и двигаться, и тут же и поставленная речь, все. То есть такой, вокал довольно такая обширная профессия, где можно днем и ночью даже не спать, и все узнавать, узнавать, развивать. А в течение какого времени все это дается? Потому что, мне кажется, родители, когда детей приводят, они говорят, через две недели, Вероника, ну как, какие результаты, что вы скажете по поводу моего ребенка? Мы же хотим все быстро и сразу, и хотим, чтобы наш ребенок сразу был звездой. Да. Есть группы, когда отбирают детей, вот как в музыкальную школу, нет у него слуха, нет у него ритма. Но, кстати, когда иногда говорят, что нет, я считаю, что все равно развивать можно. У каждого ребенка, у каждого взрослого есть какой-то, ну, как говорится, в своем темпе, в своем ритме можно. То есть я не говорю, что вот пришли два непоющих, один через месяц запел, другой, может быть, через год, да? Ну, как-то вот, у него свой диапазончик, свой тембр. И раскрыться он может, допустим, немного, да? Да, также и детей, вот, например, если они приходят, маленькие. Что можно сказать, когда ребенку 3-4 года? Он еще разговаривает плохо. Как я могу сказать, что он у вас не поет? Или он у вас, да? То есть я беру этих детей, и мы работаем полностью, над речью работаем, мы учим ноты, мы развиваем, ставим дыхание. То есть со временем ребенок понимает, что он делает. Не просто вот, вот так скажи, то есть он понимает, что он делает. Он работает с мышцами живота. Они у меня и на полу лежат, и возле стенки стоят. То есть они понимают, для чего это. Ну, в принципе, срок я не ставлю, но в основном где-то через пару месяцев результат должен быть. Хоть какой-то, у каждого ребенка результат должен быть. Хотя бы, если он стеснялся, и не открывал его при всех переглядах, он выйдет и споет, это тоже результат. Его личный. Так считай. А еще я вот помню то, что в 14 лет у детей, у ребят, переломный, так называют, возраст, когда у них голос меняется. Даже учительница это говорила. Мне было вроде 13 лет, и она сказала, что у тебя, возможно, поменяется голос. Это тоже как-то исправляется? Или можно сделать его более красивым, скажем так? Это вот уже от организма так справились. Получается, у мужчин вот здесь, вот этот кадык, он более, он, получается, опускается. То есть формирование, получается, нашего аппарата, вот это голосовое построение, вот гадами, это все меняет форму. За счет этого голос опускается, и он становится более низким, грубым. То есть это, как бы, вот это вот развитие, вот эти перемены мы остановить не можем никак. Но мы должны не повредиться. Вокалом заниматься можно. Раньше запрещали. Вот у него мутация, все, значит, ссоры. Сейчас заниматься можно, но очень грамотно, чтобы не повредить. Потому что в этом возрасте в основном мальчики, мальчики в основном. Девочки есть, но у них более мягче проходят. А у мальчика может быть все, что угодно. И петухи пускаются, и хрип, и сип, и даже вот такие вот звуки. То есть это надо быть очень грамотно, как бы, когда ты занимаешься с такими ребятами. Где-то от 13 до 15 лет. Особенно мальчики. Вероника, огромное вам спасибо. Вот сегодня у нас какой-то даже, можно сказать, культурный, если бы мы в вечернем выпуске выходили, то бы сказали бы о том, что у нас сегодня культурный вечер. Да, да. Сегодня у нас столько талантливых, очень интересных, творческих людей в утренней программе было. И настолько приятно, по идее, информационный повод, чтобы пригласить вас в студию, был международный день заикающихся людей. А посмотрите, как мы с вами побеседовали, затронули практически все сферы деятельности. Спасибо вам большое. Да, вот еще хотела сказать по поводу, если детки заикаются для родителей, вы не думайте, что как бы это вот крест на этом, что вот у меня ребенок заикается. Есть взрослые, которые заикаются, но они как бы не решают, что проблема при помощи вокала, при помощи постановки дыхания. Если у педагога есть музыкальное образование, если, как бы, он грамотно к этому подойдет, это можно все убрать. Не надо переживать, идите и пойте. А вот еще некоторые родители особо щепетильно относятся к детям, чтобы они, естественно, пораньше начали говорить, четко формулировали речь, и они их заставляют либо читать, либо сами читают, сажают ребенка, уже ребенок весь в слезах, но, тем не менее, тоже правильный вид такой подход. Если ребенок... Все должно быть по любви. Если дошкольный, ну да, если дошкольный возраст, я рекомендую это делать в игре. Ребенок не должен понимать, что он что-то там... То есть где-то зайчик выскочил, давай отвечать, а вот я пришла, вот ты в игровой форме все это. Вы тоже это используете на уроках? Конечно, да. Спасибо еще раз вам огромное. Ну что ж, напомним, сегодня у нас в студии была Вероника Кабачик, педагог по вокалу. Сегодня поговорили обо всем, мне кажется, в том числе, и можно ли исправить, да, заикание, поскольку сегодня международный день заикающихся людей. Дорогие друзья, будьте здоровы, будьте добры, и, конечно же, занимайтесь вокалом. Пойте, если ваша душа этого требует. Ну что ж, завершаем мы утро пятницы. Надеюсь, то, что ваша неделя прошла не так уж и сложной. И приятных, конечно же, вам выходных. А мы с вами встретимся в понедельник. Надеюсь, вы за это время хорошенько отдохнете. Ну что ж, а все это время в этой самой студии для вас были мы, Есет Санжанов, Асель Ростангалиева. Но помимо двух заведущих, над программой работала целая дружная команда. И, конечно же, в команде с нашими постоянными партнерами и нашим генеральным спонсором K7 Group, а также Мегафлора, также Анвар и, конечно же, профсервис. На этом наша программа завершена. До скорых встреч до понедельника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин